Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Американская мечта, канале, где мы вместе с вами обсуждаем жизнь в Соединенных Штатах Америки, последние новости, политику, работу и все остальное. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что сегодня в Америке 4 июля. Дело в том, что сегодняшний день в Америке является днем независимости от Британии. Именно в этот день американцы вместе со своими семьями устраивают пикники на открытой природе, делают барбекю, а вечером уже устраивают прекрасные фейерверки в ночном небе. И чтобы, так сказать, прочувствовать этот праздник, я сегодня решил приготовить американское национальное блюдо. И сделаю я это вместе с вами. Причем сделаю я это не на природе, а вот в таких непростых условиях, а именно в нашем грузовике. Дело в том, что я купил следующие ингредиенты для национального американского обеда. Значит, самый основной ингредиент это у нас свиные ребра. Свиные ребра в Америке используют для того, чтобы сделать американское барбекю. Если кому-то интересны цены, то сразу же отвечу. Вот такие вот свиные ребра весом в 3,5 фунта, ну или если переводить в нашу метрическую систему, это у нас 1,5 килограмма. Они мне обошлись где-то в 12 американских долларов. Дальше. В Америке очень популярна кукуруза, поэтому я приобрел вот 3 таких американских кукурузины ровно за 1 американский доллар. То есть каждая мне обошлась примерно в 33 цента. Что, в общем-то, совсем недорого. Ну и еще в Америке очень любят сладкую картошку или, как у нас ее называют, батат. Я ее не очень люблю, поэтому купил всего одну штуку. Одна штука весом примерно в 250 грамм мне обошлась в 50 центов или полдоллара. Также для приготовления национального американского блюда мне понадобятся следующие специи. Это, конечно же, соль. Соль в Америке в основном производится компанией Morton. Это компания, которая добывает соль в солончаке, который находится в штате Юта. И, кстати, его я вам скоро обязательно покажу. Дальше. Черный перец, который может быть молотым или вот в таких вот гранулах. Еще я использую чеснок. Обычного чеснока у меня нет, поэтому я использую молотый чеснок или порошковый чеснок. Наверное, правильнее называть порошковый. Дальше у меня есть вот такие вот специи для стейка. Это специи, которые, в общем-то, в которых уже есть куча разных специй. То есть, тут у нас есть уже и соль, и черный перец, и еще там что-то специальное для стейка. Но я все равно буду их использовать для большего вкуса нашего блюда. Главным ингредиентом, конечно же, является у нас вот такая вот специальность соус барбекю, который, к сожалению, насколько я знаю, продается только в американских магазинах. То есть, для вас, кто смотрит меня из России, Украины или других стран бывшего Советского Союза, скорее всего, приобрести вы его не сможете, но вы можете загуглить рецепт этого соуса. И, скорее всего, в Гугле или там в Яндексе, в другой поисковой системе вы можете найти рецепт, как приготовить этот соус из отдельных ингредиентов. Ну и также у нас будет использован такой секретный рецепт, который используют только в Соединенных Штатах Америки, для того, чтобы придать сладость вот этим вот американским ребрышкам, а также придать им определенную мягкость и сочность, это у нас американская Кока-Кола. Причем это может быть как Кока-Кола, так и Пепси-Кола, а также вот такая вот дешевая подделка, которую я купил только ради того, чтобы использовать для нашего сегодняшнего обеда. Вот, это у нас Сэмс Кола, я ее купил в Улмарте ровно за 1 доллар. Здесь у нас 2 литра. Итак, давайте мы сейчас возьмем и порежем наши ребра на более мелкие кусочки. Я расстелю вот такую вот бумажную клеенку, чтобы не запачкать стол. И, собственно, порежу наши ребра на 3 сегмента вот таким вот ножом. Сначала мы вскроем пакет. Так, мясо у нас свежее, это хорошо. Так, поделим его на 3 части. Она очень мягкая. Надо сказать, что я не очень люблю жир, поэтому если вижу немножко жира, то я его обязательно срезаю. Так, значит, мы сначала берем и солим. Поскольку куски у нас достаточно крупные, мы используем побольше соли. Дальше перец. Чесночный порошок для хорошего аромата и вкуса. Так, еще вот такие специи. Они достаточно острые, поэтому я сыплю немного. Для приготовления сегодняшнего мяса я буду использовать вот эту мультиварку. Принцип ее работы достаточно прост. Вы кладете решетку, добавляете немного воды. Ну, а затем накладываете мясо. Теперь мы добавляем наш секретный ингредиент. Это у нас кока-кола. Особо много ее добавлять не надо. Добавляете просто, чтобы мясо было под жидкостью. Затем мы накроем все это дело крышкой и дадим настояться примерно пару часов. Пока мясо у нас с вами маринуется, мы с вами порежем картошку и кукурузу. И заодно пройдемся немножко по американской истории. Дело в том, что 4 июля 1776 года все 13 колоний, которые находились тогда на территории современных Соединенных Штатов Америки, объявили о своей независимости от Британской империи. Вообще, самое интересное это то, что принято считать, что первым лидером был Джордж Вашингтон. В принципе, это правда, но он был первым официальным лидером. Неофициально же первым президентом Соединенных Штатов был Джон Хэнкок. Просто на тот момент Соединенные Штаты еще не являлись Соединенными Штатами. Они на тот момент являлись союзом 13 колоний. А лидером вот этого союза как раз был Джон Хэнкок. Потом, когда Джордж Вашингтон победил в войне за независимость, когда он разгромил Британскую империю, точнее войска Британской империи на территории вот этих 13 колоний, зашел вопрос о том, кто же будет президентом вот этой вот новой сформировавшейся страны под названием Соединенные Штаты Америки. И поскольку все видели в Вашингтоне вот именно того лидера, именно того генерала, который дал людям независимость, дал им свободу, они, в общем-то, проголосовали именно за него. Так, наше мясцо уже замариновалось, так что я сейчас солью воду, и мы с вами будем его готовить. Я все это дело сейчас поливаю соусом барбекю. И, в общем-то, можно это все накрыть крышкой и поставить готовиться. Мы закрыли крышку, машинка у нас включилась. И, как можете видеть, здесь очень много режимов. Здесь можно включить медленную варку. Здесь можно, по-моему, даже жарить. Но я предпочитаю самый диетический вариант. Это у нас готовка на пару. Когда мы включим эту кнопку, там у нас образуется достаточно высокое давление. И под этим давлением мясо у нас будет готовиться очень-очень быстро. Оно получится очень мягким и при этом будет очень сочным. Поэтому я выберу этот режим. И здесь надо выбрать количество минут, которое мясо будет готовиться. Вот. Так, я выбрал 3 минуты. На самом деле это не 3 минуты. Оно будет готовиться гораздо дольше, потому что пройдет примерно 10-15 минут до того, как давление достигнет определенного уровня. и только после этого под вот этим давлением оно будет примерно 3 минуты. Я думаю, что этого времени будет достаточно. Если нет, то мы его поставим на еще один цикл. Вот. Ну, вот оно включилось у нас. Будем теперь ждать. Ох, как красиво. Собственно, наше мясо готово. Я сейчас приготовил тарелку, и вот как оно все выглядит. Ох, пахнет вообще офигенно. Жаль, что камера не передает запах. Я знаю, что многие из вас сейчас будут критиковать меня, потому что настоящее барбекю, оно готовится исключительно на углях. Дело в том, что углей у меня не было, и мангала не было, поэтому пришлось готовить на чем... На том, что было. Вот. Настоящее, конечно, мясо барбекю, оно готовится на углях, и готовится очень долго, в течение 2-3-4, иногда даже 5 часов. Готовится до степени глазировки поверхности самих ребер. И оно характеризуется тем, что когда вы берете за косточку, а его, кстати, едят исключительно руками, эта косточка отваливается. То есть мышечные волокна настолько мягкие, что, по сути, мясо само по себе отваливается, оно очень мягкое. Вот. Ну что, давайте попробуем. Я это все делаю, как истинный американец, запью Кока-Колой. Вот. Я на самом деле Кока-Колу сейчас уже не пью, больше года. Вот. Выпьем совсем немного. Остальное я оставлю, чтобы мыть запчасти моего грузовика. Так, отрежем маленький кусок. Ну, кстати, у меня тоже очень мягкое получилось. Вот. Да, очень мягкое. Тает в зубах. В зубах, во рту. Ну что, в общем, ужин у меня удался. Или обед, не знаю, что это. Так что, всех с праздником. Веселого вам дня независимости. Независимости. Веселого вам дня. Веселого вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok